Всем привет! С вами Визок.ру. Сегодня мы с вами будем вязать символ нового 2021 года коровку. Это моя авторская разработка, автор я Анна Утешева, поэтому описание, если будете писать в текстовом формате и выкладывать на сторонних ресурсах, указывайте обязательно меня как автора, а также помечайте игрушки, отмечайте меня на них, когда будете публиковать. Мне очень приятно смотреть работы, связанные по моему мастер-классу. Что нам нужно для вязания? Нам нужна пряжа основного цвета, у меня это серый, нужна пряжа для рожек, для мордочки, если будете вдруг вязать ее другим цветом, пара безопасных глазок, у меня это 6 миллиметров, пряжа Янар джинс, крючок 1,6, подходящий под мою плотность вязания, у вас может быть другой. И понадобится еще немножко черной нити для оформления мордочки и, соответственно, наполнитель для того, чтобы игрушку набить. Это может быть холофайбер, синтепон, синтепух, все, что вы любите, все, чем вам привычнее работать. Давайте начнем вязать. Начинаем вязание мы, как обычно, с колечка амигуруми, делаю такой крестик из ниточек, ввожу крючок, захватываю ниточку и вытягиваю. Далее закрепляю воздушной петелькой и вяжу в колечко амигуруми 6 столбиков без накида. Первый. Тут без разницы, каким образом вы захватываете нить, то есть вяжете вы крестики или галочки, я вяжу галочки, мне удобнее первый ряд начинать так. Последний шестой провязан. Берем свободный кончик нити, который у нас остался и плотненько затягиваем наше колечко. Получится вот так. Отсчитываем шестую петлю от крючка, вводим крючок, прикладываем хвостик вдоль полотна, чтобы вязать его, и далее начинаем вязать столбиками без накида в виде крестиков, чтобы полотно у нас было плотнее. В каждую петлю по два столбика без накида. Мы захватываем нить, крючок остается перед нитью, то есть мы не заводим его за, мы оставляем его перед нитью, и захватываем ее как бы сверху, и вяжем дальше как обычно. Снова ввели крючок в ту же петлю основания, снова захватили нить, вытянули петлю, и дальше захватываем нить уже как нам удобно. Я вторым способом, как галочки. Все, два столбика готовы. И далее вяжем в каждую из последующих пяти петель также по два столбика без накида. В конце ряда получится 12 петелек. Давайте довяжем этот ряд до конца. Вот что у нас с вами получается. В следующем ряду мы снова провяжем с прибавками и также прибавим 6 петелек. Для этого прибавки будем делать через одну петлю. Мы вводим крючок в первую петлю, провязываем столбик без накида. В следующую петлю мы снова вводим крючок и провязываем туда уже прибавку. Два столбика без накида. Снова в следующую петлю столбик, в следующую два столбика. И чередуем мы так столбик-прибавка до конца ряда. То есть всего остается повторить 4 раза и в конце ряда у нас будет уже не 12, а 18 петелек. Вот что у нас получилось в итоге. 18 петелек в ряду. Далее прибавки мы делаем через два столбика. Вяжем столбик, в следующую петлю снова вяжем столбик и уже в следующую петлю вяжем прибавку. Два столбика. Снова столбик, столбик, прибавка. Повторяем также еще 4 раза. То есть всего комбинация в ряду повторяется 6 раз. И в конце ряда у нас уже будет 24 петли. Далее вяжем следующий ряд с прибавками через три столбика. Вяжем первый столбик. Вяжем второй столбик. Третий столбик. И в четвертую петлю выполняем прибавку. Далее снова повторяем нашу комбинацию. Вяжем столбик, 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 прибавка. Остается повторить комбинацию еще 4 раза. И в конце ряда у нас будет с вами 30 петель. Следующий ряд, который мы провяжем с прибавками, будет последний. Дальше будем вязать уже без убавления и прибавления. Вяжем первый столбик, вяжем второй, третий, четвертый и пятую петельку выполняем прибавку. То есть вяжем два столбика в одну петлю. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Выполняем прибавку. Давайте повторим еще 4 раза. В конце ряда у нас будет 36 петелек. И еще 5 рядов. То есть с 7 по 11 мы провяжем по 36 петелек. То есть без изменений будет по одному столбику без накида в каждый столбик. Это нужно для того, чтобы наш круг, который мы связали в основании головы, стал шаром. Уже больше похож на голову. Давайте провяжем этот ряд до конца. 5 рядов без изменений, то есть без прибавления и убавления по 36 столбиков. И продолжим вязать дальше. Вот такая чашечка по форме должна получиться. Набивать наполнителем ее пока не будем. А будем вязать дальше. Будем вязать 4 столбика без накида. Убавка. Убавки будем делать скрытые, чтобы их в полотне было не видно. Как это делать, я сейчас покажу. Итак, мы вяжем первый столбик, как обычно. Второй. Третий. И четвертый. Далее мы вводим крючок под переднюю стенку пятой петли. И передняя, это та, что ближе к вам. И тут же вводим крючок под переднюю стенку шестой петли. Именно те две петли, из которых мы будем делать убавки. Далее мы захватываем ниточку, протягиваем через обе петельки на крючке две петли. Снова захватываем нить и протягиваем через обе петли сразу. У нас с вами получается, что мы из двух столбиков без накида провязали один. Давайте покажу еще раз. Вяжем столбик раз, второй, третий и четвертый. Далее ввожу крючок под переднюю стенку пятой и шестой петли сразу. Захватываю ниточку, протягиваю через обе петли на крючке две петли. И довязываю, как обычный, столбик без накида. Остается повторить эту комбинацию еще четыре раза. И в конце ряда у нас будет уже не 36, а 30 петелек. Давайте довяжем самостоятельно. Продолжаем вязать дальше. Следующий ряд будем делать убавки через три петли. И вяжем первый столбик, второй, третий. Под четвертые и пятые столбики передней стеночки мы вводим крючок, захватываем ниточку, протягиваем ее и провязываем их вместе. Остается повторить эту комбинацию пять раз. И в конце ряда у нас будет 24 столбика без накида. Следующий ряд снова вяжем, сокращая петли. Убавки будем делать через два столбика. Вяжем первый, второй. Далее вводим крючок под переднюю стеночку третий и четвертый петелек. И вяжем уже привычную нам убавку. Еще раз. В конце ряда получится 18 петелек. Я немножечко набила уже игрушку. Наполнитель, когда будете распределять, распределяйте его сначала ближе по краям, потом уже к центру. Глазки я вставила между седьмым и восьмым рядом. Отсчитываем вот оттуда, где мы начали вязать. Рядение между готовыми глазками где-то три столбика без накида. Снова вяжем с убавками. Убавки будем делать через один столбик. То есть мы вводим крючок в петлю, провязываем один столбик без накида, как обычно. И во вторую и третью петлю вводим крючок, захватываем нить и делаем уже знакомую нам убавку. Аналогично вяжем еще пять раз. В конце ряда у нас остается 12 петель. И следующий ряд мы провязываем 6 убавок. То есть 6 раз по 2 петли вместе. И останется всего 6. Давайте довяжем до конца. Донабьем нашу игрушку и будем стягивать отверстие. Деталь донабита. Соединительный столбик у нас в конце провязан. И теперь будем закрывать отверстие. Закрывать его будем за передние полупетли. Я ввожу крючок за петлю, захватываю ниточку и протягиваю аккуратненько через нее. Ввожу крючок в следующую петлю и также вытягиваю через нее нить. В следующую. В следующую. Отверстие затягиваем. Далее вводим крючок в свободном месте. Подхватываем вот этот хвостик оставшейся нити и вытягиваем его. Снова вводим крючок в любом свободном месте. Захватываем нашу ниточку и прячем ее в полотне. Вот и все. Голова нашей коровки готова. Зайд мы начнем с уха. Ушко будет вот такое вот небольшое. Берем нашу ниточку. Делаем колечко амигуруми. Закрепляем его воздушной петелькой. И вяжем уже знакомые нам 6 столбиков без накида. Аналогично тому, как мы начинали вязать голову. 2 3 4 Колечко я чуть-чуть подтягиваю. И провязываю еще 2 столбика. 5 И 6 Колечко затягиваю. Далее Снова отсчитываем 6 петлю от крючка. Вводим на нее крючок. И провязываем в нее 2 столбика без накида. 1 2 В следующую петлю также вяжем 2 столбика без накида. И в третью петлю также. И провязываем оставшиеся 3 петли также по 2 столбика без накида. У нас получится 12 петелек в конце ряда. И еще 2 ряда мы должны будем провязать 12 петелек. 12 столбиков без накида. Давайте довяжем. Вот такая небольшая деталька у нас получается. Следующий ряд мы вяжем 6 убавок. Вводим крючок под передние стеночки. И провязываем столбик без накида. 1 столбик из 2 петелек. Следующую петельку точно так же. Из 2 вяжем 1. 3 петельку с 4. Вот что у нас получается. Далее повторяем комбинацию еще 4 раза. И закрепляем ниточку. И обрезаем ее. Итак, довязали мы последнюю 6 петлю с убавкой. Кончик нити я отрезала. Сейчас буду показывать, как я закрепляю ее и вывожу наизнанку. Я ввожу крючок в следующую петлю под обе стенки. И провязываю соединительный столбик. Ниточку при этом вытягиваю. Чтобы у нас было красиво и аккуратно, я поворачиваю работу. Ввожу крючок в следующую петлю. Подхватываю снова эту ниточку, которую отрезала. И протягиваю через петельку. Выглядит аккуратно. То есть ступенька, завершение ряда, ничего такого не заметно. Далее нам нужно вставить вот эту ниточку в ушко иголки. Сложить ушко пополам. И прошить, чтобы получилось в конечном счете вот так. Для пришивания нам это необходимо. Чтобы наше ушко было нужной нам формы. Давайте это сделаем самостоятельно. Следующее, что будем вязать, это у нас будут рожки. Я взяла ниточку света чуть светлее, чем основная часть моей коровки. Вы можете взять любой другой цвет. Итак, делаем колечко амигуруми. Закрепляем его. И провязываем в него не 6, а 4 столбика без накида. Второй. Третий. И четвертый. Колечко затягиваем. Далее. Вводим крючок в четвертую от него петлю. И провязываем 1 столбик без накида. 1. В следующую петлю мы должны провязать 2 столбика без накида. И остается в этом ряду у нас еще 2 петли. Мы снова вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю 2 столбика. Вязать немножечко неудобно, туговато, но оно того будет стоить. Следующие 2 ряда мы провяжем по 6 столбиков без накида. То есть в конце 2 ряда вот здесь у вас должно получиться 6 столбиков. Давайте провяжем 2 ряда и будем обрезать ниточку, закреплять ее. Последняя петелька довязана, ниточку мы снова обрезали. Я ввожу крючок также в следующую петлю, чтобы выполнить соединительный столбик. Ниточку вытягиваю и также поворачивая работу, ввожу крючок в следующую петлю, захватываю ниточку и вытягиваю. Все, следов у нас никаких не остается. И когда мы будем пришивать рожек к голове, никакого рубчика, ничего не будет. И будет все казаться наиболее естественным, чем если бы мы так не сделали. Аналогично нужно связать второй рожек. Мордочку мы вяжем либо цветом головы, либо любым другим цветом. Как вам удобно, как вам нравится. Начинаем вязание мы с начальной петли. То есть как бы мы вязали кольцо амигуруми, но мы эту петельку затягиваем. Получается начальная петля. И далее набираем 7 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. 6 петелек у нас будут для самой мордочки и одна для подъема, чтобы у нас был красивый переход от ряда к ряду. Вводим мы крючок во вторую от него петлю. Та петля, что на крючке не считается. И вяжем 2 столбика без накида в эту петлю. Первый столбик. Второй столбик. Далее в следующие 4 петельки мы вяжем по одному столбику без накида. Один, второй, третий и четвертый. В последнюю петельку, которая у нас перед узелочком, мы вяжем 3 столбика без накида. Это нам нужно для поворота, потому что сейчас мы довяжем последний столбик, повернем работу и вязать уже будем по другой стороне цепочки воздушных петель. Итак, вяжем мы снова 4 столбика без накида, там где у нас были 4 столбика, по одному столбику в каждую петлю. Первый столбик. Второй. Третий. И четвертый. И далее мы подбираемся в первую нашу петельку и вяжем в нее 1 столбик без накида. Провязали. Так у нас будет выглядеть этот ряд. Начало ряда у нас будет вот здесь, в следующей петле, где мы провязывали первый из двух столбиков без накида. Далее мы вяжем в следующем ряду 2 прибавки, то есть в первую петельку мы провяжем сейчас 2 столбика без накида. Вяжем 1 и 2. Во вторую петельку мы провяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее, там где у нас 4 столбика, мы вяжем без изменений 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый столбик. В каждую из трех петелек, которые мы вязали на повороте, мы вяжем также по 2 столбика без накида. Первая петля провязана. Вторая петля с прибавками провязана. Вяжем в третью петлю прибавки. Вяжем и следующие 4 столбика вяжем без изменений. Первый, второй, третий, четвертый. И довязываем в последнюю петельку опять прибавку. Вот такой овальчик у нас с вами будет получаться. Далее, следующие 2 ряда мы вяжем по одному столбику без накида в каждую из петелек предыдущего ряда. И будем завершать вязание. Так же, как мы уже делали мы соединительным столбиком, завершим четвертый ряд. И вытянем ниточку наизнанку, чтобы было ее незаметно. И далее уже будем собирать нашу игрушку воедино, соединяя все детали вместе. Давайте довяжем и приступим к сборке. Вот такая коровка получилась у меня. Я вышила ей реснички, бровки, носик и ротик черной нитью. Пришила сначала рожки, потом ушки. Рожки пришила чуть дальше, чем серединка. На расстоянии здесь где-то третий-четвертый ряд от центра, если смотреть. Ушки пришиваются прям вот рядышком-рядышком с рожками. Чуть-чуть по диагонали, чуть-чуть в сторону. И, как я уже говорила, они предварительно прошиваются, сложив их пополам, чтобы вот такой был эффект. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если понравилась моя идея. А также следите за новостями в моей группе ВКонтакте, в Яндекс.Дзен и в Инстаграм.